Событие долгожданное и значимое. В День народного единства, который наделен особым смыслом, здесь собрались, чтобы светлая память о героическом наследии белорусского народа продолжала жить в поколениях. Торжественное открытие музея военно-патриотического клуба «Родник» состоялось 17 сентября. Первыми посетили музей воспитанники клуба и почетные гости – представители Беларуськалия РОВД СМИ. Внушительная экспозиция состоит из разных периодов, представляет собой уникальные предметы. Многие были найдены в ходе раскопок и поисковых экспедиций, в которых принимали участие старшие ребята – инструкторы клуба. Некоторые экспонаты собраны по крупицам, у каждого своя история. Очень символично, что в День народного единства открывается музей военно-патриотического клуба «Родник». Тем самым мы хотим показать, что помнить историю очень важно. И мы хотим показать и даже в некоторых случаях дать потрогать нашим детям эту часть истории. В том числе и часть истории, которая была представлена от 17 сентября 1939 года и в предшествующие годы польской оккупации. Посетить выставку нашу могут все воспитанники клуба, также учащиеся в школах города и района. Одним из девяти направлений деятельности военно-патриотического клуба «Родник» является изучение истории через поисковую работу. С этой целью на базе клуба создан поисковый отряд, командиром которого является Александр Михнюк. Мы любим свою работу, мы все делаем для того, чтобы и нашим ученикам тоже было интересно. Поэтому одно из направлений, а их у нас девять, основных только, является поисковая работа. И много мы работаем здесь, в нашем клубе. Практически на каждом занятии. Есть, ну как бы у нас архивы под грифом «Совершенно секретно». Ну есть и доступные. Ну и также работа с местным населением – это тоже такой определенный контакт с людьми, которые прожили эту историю и видели эти события. И когда мы выезжаем на место, находим людей этих, общаемся с ними, ученики общаются с ними. Это очень огромный такой плюс в воспитательной работе. Поэтому, конечно, мы занимаемся поисковой работой, берем старших ребят, и они с удовольствием втягиваются в это и работают. В рамках торжественного мероприятия состоялась церемония принятия в ряды поискового отряда клуба. Дмитрий Зубене теперь с честью будет носить звание участника поискового движения. В торжественной обстановке юноше вручили памятный знак. Лучше, мои дочи! Мне очень приятно заниматься. Ты ходишь по лесу, не знаешь, что ты найдешь. Ты думаешь, что ты найдешь большой клад. И ты ищешь, но находишь гильзу, и ты радуешься, что ты нашел гильзу. Как мы недавно ездили на раскопки и нашли разорванную гильзу. Эмоции прекрасны, потому что я рад, что у меня такой значок большой. Знакомство с экспозицией музея – подарки от почетных гостей, которые будут полезны в том числе и ребятам. Особый интерес у гостей и воспитанников клуба вызвала лекция «Польская оккупация белорусских земель». О поисковой деятельности клуба географии раскопок рассказал Иосиф Мехнюк, используя архивные материалы, хранящиеся в фонде. Волнительным моментом для самых юных воспитанников стало подведение итогов конкурса «Рисунка» в День народного единства. Авторы лучших работ были награждены дипломами. Экспозиционный зал и дальше будет пополняться новыми предметами. Работа в этом направлении продолжится.